Еще перед тем, как я попросила Наталью рассказать, потому что для меня это Божья слава, это свидетельство. И потом помолимся за пожертвование. Всех приветствую. Хотела рассказать по поводу того, как я искала работу. Искать докажи, как сам торцела работу? Я приняла решение, что я буду искать работу. Чаще торцела работа. Но без знания языка очень сложно. Но я приняла решение, что я буду искать по специальности. Я, конечно, помолилась. И започнаха чудесата. Мы пришли с мужем, нашли новое жилье. И в прошлом году помочь от благотворительной организации. Имахме помощ от благотворительной организации. На аренду, арендную плату, на найм. Помагаха ни с найма. И мы пришли, чтобы оформить эту помощь. И не дойдохме, че да оформим тази помощь. Но нам сказали, что помощи уже нету с января месяца. Но ни казаха, че от януаря вече няма тази помощь. Но и спрашивают, а вы работаете? Вам нужна работа? И питат, а вы терцете ли си работа? А сказано, да, с сигурност. На следующий день. И следващий день. Я прихожу в эту организацию и оформляюсь. Дойдох в тази организация и започнах да оформим документи. Те помогат да оформим документи. На български язик. Оформили автобиографию. Са оформили сиви. Са сложили красива снимка. Подготовили мне мотивационное письмо. И вече чакам, кога ще е събеседването. И те я казват, ими оттам нататък сте сами. Я започнах да си мисле то, как така става? После се помолих. И после казах, и то аз с Бог, нали мога всичко? Аз отворих сайт с работи. Отправляла мотивационное письмо. Пращах им сиви, автобиографии, мотивационни письма. И буквально на один день, как я отправила. Буквално след един ден, като пратих вече всичко. Мне на Viber приходят, а вы хотите работать? Получавам съобщение на Viber, че искате ли да работите? Я говорю да. Я сказам да. И меня приглашают на събеседване. И ме канят на събеседване. Когда я прихожу, я говорю, что я, ну все, я классная. Я суперспециалист, но я языка не знаю. Казавам, че съм много добра, много добра специалист, но не познавам языка. А она такая, ну, которая проводит собеседование, говорит, ну я не знаю. И тази дама от собеседования доказала, и ми не знаем. И я говорю, вы меня возьмите. А потом разберемся. А я готова даже какое-то время бесплатно. Вы только меня попробуйте. А я хочу сказать, что внутри-то я переживала. Ну, вот что, я много запритеснявала. Но Бог давал твердости, успокоения. Значит, прихожу я на работу. И пристигам аз на работу. Но тут Бог тоже все устраивает. Но Бог тук всичко все, что я направил. Девочка, которая понимает и разговаривает, вот из четырех нас, она разговаривает и понимает на болгарском. От четырите момиче, които сме там, има едно момиче, което говори и разбира болгарский язык. И она мне помогает вот войти в ознакомиться. То есть я извиняюсь на русском. А тя на русский говори и тя всъщност ми помага да влизам лека-полека в организацията. Так что я хочу, ну и конечно меня принял коллектив. И коллектива ми е приел. То есть никто не смеется, там никой не ми се смее. И я вот пройдя вот этот поиск работы. И когато преминах този път за намиране на работа. Конечно, это только слава Богу. Това всъщност само слава на Бога. Вот, я хочу поблагодарить Бога за то, что Он наш обеспечитель. От нас нужно только повернуться, помолиться и вперед. От нас треба само да се убернем ко мне, да се помолим и да ворвим. Това и наша часть. Так что спасибо Господу. Благодаря на Господ. Аминь. Аминь. Я хочу помолиться за финансы. Дорогой мой Господь, Ты видишь наши серии.